В ботаническом саду МГУ, аптекарском огороде, такой вот аквариум, напоминающий дерево из фильма «Аватар». Ну, моя ассоциация. У нас аквариумистов есть такое народное понятие больших тропических рыб по названию «монстр фиши», а это просто «монстр инсекций», то есть огромные насекомые. Видите, даже сравнить можно с человеческой ладонью размером с ладонь. И знаете, самый популярный комментарий среди женской части зрителей был такой на выставке. Вот вы представляете, если бы такая вам села на голову, прямо на волосы? Какой? Друзья, снимаю очень милое такое объявление. В теплой водичке добрые пираньи ждут вашей ручки. Еще можем сделать, что сотрудники ботанического сада МГУ обладают отличным чувством. Юмор. Какая же вырастает гигантская монстера в реальности. Вот какая она бывает в джунглях Амазонки. Вот это и... ...пробуется и съедает это насекомое или животное. А потом, соответственно, переваривает с помощью специальных ферментов. Ну вот, снимаю еще раз, как же она моя касается мимозы стыдливой. Очень ей нравится это растение. Нафагия. Салют всем зрителям канала Ювель Тригон 350L и с вами его ведущий Джай. У меня по календарю 3 января 2019 года и в этот зимний январский денечек мы решили с женой проведать очень интересное и интригующее место в Москве под названием Ботанический сад МГУ Аптекарский огород, который располагается у нас на проспекте Мира. Весь город засыпан снегом, стоит легкий морозец и мы решили посетить это место, тем более, что в нем проходит фестиваль орхидей и диких растений, а в том числе хищных растений под названием Тропическая зима. По легенде, этот сад был посажен самим Петром Первым. Вот вы видите 300-летняя лисеница здесь в саду посажены им. Ну, трудно сказать, так это было или не так. Наверное, сам Петр бы удивился, сколько много он деревьев посадил, сколько много ботиков Петра он построил. Ну, что делать? В принципе, легенды и мифы помогают привлекать людей, следовательно, монетизировать и поддерживать то, что нужно сохранять и поддерживать, в том числе такой великолепный сад под названием Аптекарский огород. Ну что ж, сами мы с женой, хоть и москвичи, но никогда не были в этом месте, поэтому все для нас будет впервые. Ну, вот вы видите, указано, что он основан Петром Первым в 1706 году. Я так понимаю, как указано в Википедии, нужно было перенести из Кремля грядки с лекарственными растениями, и это было сделано методом переноса загород на границы города в то время. Ну что ж, вот снимаю сразу очень интереснейшее местечко, такое высокотехнологическое тропическое болотце, где посажена, вот в частности, знаменитая мимоза стыдливая. Жена мне, когда она была в Доминикане, отдыхала, рассказывала, что там такие растения, вот эта мимоза стыдливая, растут, как у нас подорожники вдоль дороги. И чем интересно это растение, что оно живое, вот если к нему прикасаться, вы видите, как листики сами затягиваются, закрываются, то есть как бы прячутся. Поэтому и название такое стыдливое, да. И вот снимаю, друзья, первое насекомоядное растение хищное под названием венериномухоловка. Ну, я думаю, вы все видели уже это растение. А вот мушка туда заползает, да и не только мушка, даже маленькая лягушка, и в общем-то эта венериномухоловка слопывается и съедает это насекомое или животное. А потом, соответственно, переваривает с помощью специальных ферментов. Ну, вот снимаю еще раз, как жена моя касается мимозы стыдливой. Очень ей нравится это растение. Ностальгия. И, кстати говоря, на сайте аптекарского огорода хорошо описано вот про это высокотехнологическое болото, которое создает определенный микроклимат. Здесь есть и даже небольшой водопадик. И позволяет здесь выращивать практически большое количество известных хищных растений. насекомоядных. Ну, вот, друзья, снимаю также общий план тропической оранжереи ботанического сада МГУ. И, кстати говоря, хочу сразу сказать, что здесь же параллельно проходит выставка орхидей. Огромное количество орхидей. Ну, здесь, конечно, не только орхидей. Вот, в частности, я вижу и антуриум, другие субтропические растения и тропические. Сам я не ботаник и не гидроботаник. Поэтому, друзья, далек вообще, в общем-то, от темы растений. Я аквариумист. Вот. Но, тем не менее, все, что знаю, как-то буду пытаться комментировать, вот, по ходу своих небольших скудных знаний. Ну, вот, посмотрите хищные растения. Вот снимаем стенд, где описывается жирянка, гелиомофора поникшая, непенти знаменитый крылатый, сарацения, сарацения желтая, просто сарацения. Вот знаменитая венерина мухоловка, цефалотус мешочковый. Все это насекомоядные растения. Кстати говоря, россянка тоже знаменитая. Кстати говоря, они съедают не только насекомых, но даже и летучих мышей могут съесть. А, ну, для, естественно, людей они абсолютно безвредны. Вот. Но людей у них не хватит мощи. Так что не пугайтесь. Ну, вот, посмотрите. Еще раз снимаем эти растения крупным планом. Вот, непентис. Вот эти вот такие кувшины, туда тоже заползают насекомые, падают, соскальзывают. И там есть специальная жидкость, чтобы они уже не выбрались. И, соответственно, постепенно они тонут. И, как бы, специальными ферментами растения переваривают этих насекомых. Вот. По сути, растения питаются белком. Ну, вот, посмотрите, какая красота здесь. Какое огромное количество всевозможных орхидей. Здесь есть всего разные виды орхидей. И я зачитаю цитату с сайта аптекарского огорода про орхидеи. Очень красиво написано, что есть они тут высажены самой неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе самые черные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи пчелы, орхидеи башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе. Вот так интересно, поэтично, можно сказать, описано. Ну что ж, продолжаю вас знакомить и себя знакомить с тропическим садом. Вот посмотрите еще раз крупным планом Непентис. Мощнейшее, конечно, растение с такими кувшинками для овли насекомых. Монстера Алакова, Мексика, Центральная Америка. Какая же вырастает гигантская монстера в реальности. Вот какая она бывает в джунглях Амазонки. Вот это я понимаю. Сам я в своем фитофильтре над аквариумом уже три года вполне успешно выращиваю монстеру. А из комнатных растений я выращиваю спатифилум. Ну вот, примерно такой. У меня их два, тоже цветут активно. И фикус бенджамин. На этом все. Все остальное только аквариумные растения и растения в фитофильтре, о которых попозже расскажу. Ну что ж, друзья, насладимся бразильской этнической музыкой и посмотрим на великолепные орхидеи и другие растения в этом саду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вообще хочу сказать, что выглядят Субтитры создавал DimaTorzok 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 А здесь мы с вами видим Такое вот аквариум со сферическим стеклом И глафишами Ну, тут же странное дело Рядом плавают почему-то Золотые рыбки Которые, как мы знаем, у нас Из семейства карповых Они никак не сочетаются с глафишами Глафишам нужна водичка потеплее Примерно плюс 29 Карпам и, соответственно, золотым рыбкам Наоборот, нужна водичка пониже То есть 24, 25 Ну, видимо, компания Тетра Решила для, так сказать, усиления зрелищности Посадить глафиши вместе с золотыми рыбками Для людей Ну, конечно, держать таких рыб в аквариуме Вместе нельзя Это совсем разные биотопы Ну, и знаменитые, как мы с вами видим Рыбки-неоны В частности, это были голубые неоны Вот тоже интересная Интересная природная Ну, в данном случае коряга Трудно сказать, из какого дерева Природный материал очень красивый Видите, она такая С орнаментом Смотрится хорошо Вот Ну, на листьях мы видим, по-моему, ксенокок Немножко Ну, что скажем Мы уже говорили про это Немножко есть заброшенность Вот, видимо, специалист отдыхает На новогодних праздниках За аквариумы особо не смотрят Вот, но, тем не менее Все-таки Выставка привлекает людей И, конечно, рождает какие-то Приятные ассоциации Для тех, кто не посвящен в детали Вот, и не надо быть посвященным в детали В данном случае Выставка про другое Ну, вот мы видим Описание всеразличных видов Криптокарин Сам я много лет держал в аквариуме Криптокарину коричневого Великолепное растение И прекрасно себя чувствовал В теплой воде дискуссиатника Где температура средняя Как вы знаете Плюс 29 Вот Ну, единственный минус У криптокарин Очень мощная корневая система То есть, они здорово Вытягивают подложку на себя Очень сильно пускают Вот эти глубинные корни И если вы вдруг хотите Пересадить Криптокарину То это целое проблемище Ну, а вот, друзья Снимаю очень милое такое Объявление В теплой водичке Добрые пираньи ждут вашей ручки Еще мы можем сделать Что сотрудники Ботанического сада МГУ Обладают отличным чувством юмора Разумеется В этом бассейне Даже не знаю, как это назвать Искусственно Естественно, никаких пираньй нет Вот Здесь все посвящено растениям Вот тоже очень красивое растение К сожалению, не знаю, как оно правильно называется Но по листьям напоминает Что-то из суккулентов Растений, которые обладают Запасом питательных веществ Своих больших листьев Ну, трудно сказать Могу ошибиться Не все растения я снял Правильное их название И вот посмотрите Какое милое Приятное во всех отношениях Воссозданное Такое тропическое озеро Прекрасные растения Великолепное, конечно Тут ничего не скажешь Тут все в порядке И снимаю великолепные кувшинки Сам много лет их выращивал Ну, нимфеи в частности У меня немфея Была красная тигровая форма А сейчас у меня высажены в аквариум Две немфеи Рубры Ну, вот это другой вид немфей Великолепные растения В окружении Гиацинтов Посмотрите, прекрасные Все выглядят отлично Сразу видно, что здесь Уход специалистов Великолепный Выше всяких похвал Вот Все растения выглядят Изумительно хорошо Как говорится Не боги горшки обжигают Все делают люди Большие молодцы, конечно Специалисты Ботанического сада МГУ Ну, вот Тоже Какие растения Похожи на папоротники Я затрудняюсь их правильно Идентифицировать Всех приглашаю вас посетить Аптекарский огород И, соответственно Самим уже Насладиться Всей этой красотой Вот Еще раз снимаю Гиацинты Вы помните В одном из роликов Такой Очень активный Аквариумист Фермер Предлагал мне Эти гиацинты Всячески От них Отбивался Говорил У меня дискуссиатник У меня их некуда сажать Корни огромные Он говорил Да замечательно Они у тебя будут Высасывать все нитраты В общем Не знаю Но Возможно В будущем Посажу Гиацинт Уж больно Действительно Красиво Растение Конечно Не в аквариум Где будет Полная катастрофа Для него Вот И, конечно Вся красота Моего дискуссиатника Исчезнет Под этими корнями Но Посажу Фитофильтр Раз он вытягивает Прекрасно Нитраты Это отличная Хорошая идея Попробовать Его Повыращивать Фитофильтре Над аквариумом Вот Великолепный Общий план Еще раз Нимфеи Снимаю Уже Другой Какой-то Вид Долбиниана Калаказия Съедобная А вот Авокадо Гватемальское Да Вот Мы с вами Едим Авокадо А вот Собственно Как выглядит Само Деревце Авокадо Ну вот Плодов Нет Но На некоторых Деревьях Здесь Есть Плоды Я их Обязательно Поснимаю Антуриум Вечи Посмотрите Какие Огромные Листья Антуриума Вечи Просто Можно Ими Укрыться Как Одеяло Вдохновлен Я Этим Растением Конечно Великолепные Великолепные Какие у нее Цветы Еще Одна Монстера Неравнобокая Очень Красивые У нее Такие Горезные Листья Ну и Вот Посмотрите Снимаю Анубиасы Да Наши Самые Одно из Популярнейших Аквариумных Растений У аквариумистов Во многих Аквариумах Одно есть У меня В частности Высужены Несколько Кустиков Анубиас Нано А это Другой Другой Вид Как раз Такие Анубиусы Которые Не только Под водой Но и Надводную Часть Формируют Кринум Таиландский Тоже У меня Несколько Видов Кринумов Росло В аквариуме Кринум Натанс Кринум Комистратум Прекрасно Себя Чувствовали В дискуссиатнике Пока Одна Улитка По имени Мариза Не спилила У меня Под корень Практически Все Кринумы Натанс Вот Поэтому Бойтесь Аквариумисты Улиток Мариза Не повторяйте Мой печальный Опыт Спасти Достать Из лужи И внести Ваш Аквариум Это Большая Ошибка Ну И конечно Снимаю Свет А вот В частности Посмотрите Какие Плоды Что же Это За дерево Такое Вы спросите Я честно говоря И сам не знаю Давайте Посмотрим На табличку Мощное Дерево С мощными Плодами Что же Это Такое Папайя Друзья Это Папайя Ну Знаменитое Растение Конечно Всегда Экспедиции В джунгли Не обходится Без Того Чтобы Кто-то Не взял Папайю И мачете Ее Не перерубил И не Воспользовался Ее соком И мякотью Папайю Также Называют Хлебным Деревом Потому что Если поджаривать Ее ломтики На огне Такой Идет Приятный Аромат Жареного Хлеба А это Друзья Снимая Сциндапсус Тоже У меня Фитофильтр Растет Не Сциндаптус А растет У меня Эпипремном Гольден В общем-то Тоже Лианы Которые Часто Путают Со Сциндаптусом Хотя Это Разные Виды Лиан Но Очень Похожие Ну Также Снимаю Вот И другие Растения Которые К сожалению Не знаю И вообще Первый раз Их вижу И читаю Их Название Очень Много Здесь Экзотических Растений И вот Посмотрите Еще Один Фрукт Тоже Интересно Что же Это За Фрукт Такой Что Это За Дерево Посмотрим Табличку Ниже А это Оказывается Самое Обыкновенное Какао Бобы Какао А вот Друзья Я Перехожу К Павильону Выставки Посвященной Этномологии Мир Насекомых Здесь В аптекарском Огороде Можно Посмотреть Фотографии И В общем-то Такие Выставочные Экземпляры Различных Насекомых Начиная От Бабочек Стрекоз И Заканчивая Всевозможными Жуками Ну В частности Отряд Привиденьевые Или Палочники Растительноядные Насекомые И Вот Посмотрите Какие Бывают Среди Насекомых Монстры Просто Иначе Не скажешь Вот У нас Акваринистов Есть Такое Народное Понятие Больших Тропических Рыб Название Монстр Фиши А это Просто Монстр Инсек То есть Огромные Насекомые Видите Даже Даже Сравнить Можно С Человеческой Ладонью Размером Ладонь И Знаете Самый Популярный Комментарий Среди Женской Части Зрителей Был Такой На Выставке Вот Вы Представляете Если Бы Такая Вам Села На Голову Прямо На Волосы Какой Ужас Я Полностью Согласен С ними Конечно Впечатляют Божьи Твари Чего Только Нет В нашей Матушке Природе Ну Показываю Всевозможные Отряды Вот Здесь Описаны И В общем То Вы можете Видеть Образцы Я Конечно Ни в коем Разе Не Намок Поэтому Надеюсь Среди Вас Зрителей Найдутся Специалисты И Люди Которые Гораздо Лучше Меня В этом Понимают И Сами Для Себя Посмотрят И Порадуются Потому Что Вот Есть Такая Красота Кобылка Пораженная Вот Видите Даже Кобылки Летают Оказывается А Вы Говорили Что Кобылы Летать Не Могут Ну Здесь Мне Кобылка Египетская Какая Красавица Но Здесь Мне Особо Комментировать Нечего Просто Смотрите Экваториальный Танец Очень Красивые Бабочки Конечно Феноменально Красивые Цвета Изысканные Такие Эмалевые Ух ты Посмотрите А вот Если Такие Вам Сядут На голову Или Еще Хуже Заползут Куда Небудь Да Это Просто Рогачи Из Рогачей Это Были Монстр Монстр Инсекты А это Монстр Баги Слоник Священный Посмотрите Друзья Какая Красота И главное Какой Цвет Просто Ух Дух Захватывает Помните У древних Ептян Было Тоже Божество С Такой С Таким Малахитовым Покрытием Красивым Катило Навозный Навозный Шарик Жук Навозник Ух Тоже Бабочки Великолепные Бабочки Рода Морфа А вот Классическая Цикада Мы в детстве Все боялись Цикад Читали Рассказы О путешествиях Различных Этномологов В джунгли Амазонки Или В Африканские Джунгли Вы помните Да Что их там Часто Куксали Цикады Или Жужжали Вот Особенно Муха Цеце Да Мощные Мощные Но это даже Наверное Больше Чем Ладонь Человека Такие бабочки Ктырь В засаде Посмотрите Названия Мощные Ктырь Уже Название Одно О многом Говорит Ну вот Посмотрите Прикладываю Свою Ладонь Да Размером С ладоней Некоторые Виды Наверное Даже Больше Потрясающая Работа Вот Чтобы составить Такие коллекции Бабочек Великолепно Возможно Это кстати Из частных Коллекций Собрания Бабочек Дневные Бабочки Средней Южной России Вот и Наши Соотечественницы Будем с вами Знать Что у нас Летают И парусники И зорьки Обыкновенные И белянки У нас Летают Над головами По бескрайней Матушке России Червонец Бражники И Сатурнии Тоже Прикладываю Ладонь Чтоб вам Было Понятней Размеры Сатурния Грушевая Бражник Какие фотографии Вот Посмотрите Откуда Берут Эти Значит Художники Голливуда Образы Для создания Всевозможных Фантастических Тварей Пауки Скорпионы Скорпионы Тропические Паукообразные Симпатяшки А вот А вот Если Такая Бабочки 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 Раз Красавицы А вот Друзья Видимо Продолжение Экспозиции Подводных Садов Здесь Гораздо Боли Больше Будет Выбор Аквариумов Аквариумов Аскейпами Аскейпы Как вы знаете Переводится У нас Английского Пейзаж То есть Подводный Пейзаж Акваскейпы Ну вот Я открыл Дверцу Решил Поснимать В тумбе Баллонную Систему СО2 Которую Здесь Используют На выставке От фирмы Джи Бел Почему-то Все Близко К нулям Стоит Стоят Манометры Не знаю Что это означает Может быть Закончился Газ Может быть Отключили Ну и Соответственно Также От фирмы Джи Бел Кристал Профи Внешние Фильтры Ну вот Тоже Известный Акваскейпы Аквариумистом Светильник Аквалайтер Я его Снимал На выставке Парк Зоу 2018 Не так давно В сентябре Различные Композиции Из природных Материалов Камни Коряжки Аквариумные Растения Грунт Какие Какие-то Хорошо Проработанные Какие-то Не очень Композиции Но Тем не менее Есть Выбор Или Пайпы Вот стоят Прозрачные Стеклянные Для того Чтобы Ничего не мешало Глаза Зрителям Никакое Оборудование Стараются Использовать Акваскейперы Все стеклянное Или вообще Все Стараться Убрать Из аквариума Спрятать За растениями Ну вот Очень симпатичный Акваскейп Именно Такой Классический Травник В голландском Стиле Большое Количество Растений Вот Аналогично Тоже Хотя В общем-то Если Приблизить И присмотреться Видно Что на листьях Кое-где Есть Ксенокок Да Есть Ксенокок Вот На Нубиасах Мини Если я не ошибаюсь А Нубиаса Нано Правильнее Сказать Вы видите Да Покрыто Растей Покрыто Водорослями Ксенококом А очень Распространенное Заболевание Ну и не заболевание Естественно Это просто Нарушение Баланса Фитобаланса Вот Ксенокок Появляется На листьях Анубиаса Очень часто И в моем Аквариуме Так же Вот Ну кстати Говоря Биоуглерод Очень эффективным Образом Справляется С этими Водорослями Если его Добавлять По рекомендации Производителей То Ксенокок исчезает Из аквариума Так же Хорошо Помогает Перекись Водорода Ну вот Вы видите Тоже Скейп Здесь Описаны Какие Конкретно Растения Посажены В аквариуме Большое Количество Тут И Хинодориус И Криптокарины И Много Других Растений Вот Тоже Есть Водоросли Тут Кладофора Ну Я думаю Наверное Так и Задумано Частично Чтобы И были Водоросли Вот Чтобы так сказать Создать Такой Более Природный Да Вид У аквариума Все Таки Водоросли Это Неотъемлемая Часть Экосистемы И Любого Биотопа На Камнях На Корягах На Растениях Вот Акваскейперы Стремятся Естественно Воссоздать Ну Если Они Работают В стиле Природного Аквариума В стиле Нэйча Аквариум Да Водоросли В том числе Приветствуются Ну А вот Интересный Опыт Попытались Воссоздать Озеро В Костромской Тайге Масштаб 1.20 С натуры Даже Написано Что Это Клуб Аквабиодизайн Клуб Будет Но Пока Для него Нет места Ну Понимаем Вам Всяческую Помощь Поддержку От Донаторов Спонсоров От Просто Людей Заинтересованных В развитии Вашем Прекрасный Кстати говоря В общем-то Опыт Воссоздание Я был Сам В Костроме Ну В Костромских Лесах Где Как известно Значит Поляков С литовцами Водил У нас Иван Сусанин Я не был Может быть И к лучшему В общем-то Я так понимаю Там есть И топ И болото Раз Так сказать Он завел Туда Наших Врагов И в общем-то Они оттуда Не вышли Вот И в общем-то Да 1 к 20 Тут похоже Что действительно Все может Произойти В Костромской Тамге Кстати говоря Это очень Необычно Тайга Все-таки В средней Полосе России Откуда Ей взяться Но Все-таки Тайга Это ближе К Сибири Вот Поэтому Это необычно Но вот Видите Даже в средней Полосе Есть Куски Тайги Топи И болота Ну вот Видите Даже Дети Очень Заинтересованно Рассматривают Эти скейпы И действительно Есть на что Посмотреть Посмотрите Вот Прекрасный Скейп Очень так Милый Затененный Густой Ну Тоже Есть Проблема С водорослями Тут Явно Не должны Быть Водоросли Да Вот Ну Здесь Просто Что-то Не доработано Кстати говоря Очень симпатично Смотрится Если я не Сшибаюсь Это Кладофора В общем-то Такое Растение Водоросль Да Сама По себе Вот Это Какой-то Мох Не знаю Затрудняюсь Может быть Рождественский Может быть Какой-то Еще Но Все Выглядит Симпатично За исключением Того Что На листьях Тоже Есть Водоросли Это Конечно Не есть Хорошо Здесь Именно Вот В этом Конкретно Аквариуме По задумке Автора Вряд ли Должны Быть Водоросли Вот Ну Вот Здесь Уже Да Как бы Вроде Как Такая Наверное Задумка И Чтобы Камни Были Полностью Водорослях Некоторые Кстати Говорят Акваскейперы Специально Выращивают Водоросли Поэтому Не пугайтесь В этом Есть Тоже Задумка Приближение К стилю Нейч Аквариум Ну И вот Посмотрите Снимаю Прекрасный Уголок Природы У вас Дома Очень Интересно Меня Порадовала Эта Экспозиция Вы Видите Как бы Аквариумы Встроенные В такой Вот Уголок Живой Природы На заднем Плане Можно было Даже Мне кажется Еще и Полюдариум Установить Какой-то Там Что Были Были Парогенераторы Это Еще Больше Усиливало Эффект Здорово Так Аквариум Вписан И Посмотрите В общем То Использованные Самые Такие Простые Растения В аквариуме Да Ну В частности Самая Что ни на Есть Обыкновенная Ряска Вот Сверху Плавая Да Образует Такой Интересный Купол Шапку Лосатую Он Симпатично Симпатично Выглядит Хорошая Работа Хорошая Работа Ну И Вот Еще Один Маленький Кубик По бокам Симпатично Снимаю Снимаю Такой Вот Лампу Прожектор Хороший Свет Более Чем Достаточный Растение Чувствует Себя Здесь Хорошо Ну И Вот Завершает Экспозицию Подводных Подводных Такой Галереи В ботаническом Саду МГУ Аптекарском Огороде Такой Вот Аквариум Напоминающий Дерево Из фильма Аватара Ну Моя Ассоциация Возможно У вас Другие Ассоциации Очень Симпатичные И Кстати Говоря Посмотрите Лампа Сильвания Которую Я вот Недавно В своем Перезапуске Моего Аквариума Тоже Снимал И показывал Что Установил ее Для Роста Растений Сильвания Гролюкс Она Называется Прекрасный Escape Мои Поздравления Устроителям И Авторам Ну Что Ж Друзья На Этом Хотел Бы С Вами Уже Попрощаться Всех Приглашаю Посетить Аптекарский Огород Может Быть И По Несколько Раз Кто Сильно Увлекается Растениями Я Сам В этом Году Точнее Говоря В прошедшем Сейчас Уже Новый 2019 Год Перезапустил Свой Дискуссиатник На 350 Литров Самая Главная Часть Его Была Посвящена Внесению Субстрата В большом Объеме От Фирмы JBL Aquabasis Plus И Теперь Я могу В своем Дискуссиатнике И Собственно Хочу Посвятить Весь Этот Наступивший Год Высаживания Различных Аквариумных Растений Которые Могли Бы Жить В теплой Воде Дискуссиатник Ну что ж На этом Отклами Всего Доброго Увидимся И Пока Пока Возвращаемся В зимнюю Москву Редактор субтитров Корректор А.Егорова